МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Песенный конкурс Евровидения с каждым годом всё больше напоминает соревнования стран-участниц, а-ля кто круче. Чего ожидать нам в этом году со сладким хитом от певца Тео? Евро-беседы на телеканале СТВ мы начинаем. Ток-шоу «Такова судьба» Екатерина Забенько, Антон Мартыненко. Исполнители меняются, а этот человек всегда остаётся главным куратором конкурса Евровидения от нашей страны. Александр Григорьевич Тихонович, мы вас приветствуем уже не в первый раз на нашей студии. Такое доброе телевидение, столько прекрасных слов об артистах, которые принимали участие. Просто замечательно. Спасибо большое. Мы старались сказать, чтобы вам было ещё поговорить. Я хочу сказать, дело в том, что каждый из конкурсантов, которые представляли нашу страну на конкурсе Евровидения, они делали всё возможное для того, чтобы как можно лучше представить и свою страну, и себя, и песню, которую представляла наша страна. Делали всё возможное. Ну, были, конечно, какие-то исключения, без этих исключений не бывает в жизни. Но я вам хочу сказать, что артист, он несёт на себя большую очень ответственность. И попадая в момент, когда его отбирают и являются представителем государства, представляющим нашу страну на конкурсе Евровидения, для него это тоже очень большое испытание. И здесь срабатывают некоторые моменты во время подготовки, которые, может быть, не присущи даже этому человеку или этому коллективу. Бывает разное. И можно поругаться с продюсерами и с теми, кто отвечает за постановку, теми, кто готовит артиста к этому конкурсу. Не принять каких-то условий или пожеланий Европейского вещательного союза. Всё может случиться. Ну, такова жизнь и такова судьба. Александр Григорьевич, ну а если завтра решением всей страны мы скажем, да не нужно нам больше этот конкурс, хватит. Вы лично огорчитесь, вам лично будет... Да, я очень огорчусь, потому что конкурс... Зачем он нам нужен? Я вам хочу сказать, что это прекрасная возможность... Входить в мировую элит-шоу-бизнеса. Да, совершенно правильно. И показать нашу страну как можно лучше и представить её во многих странах мира без всякого напряжения. Попадая на сцену Евровидения, имея возможность побывать в промо-турах и так далее, заявить не только о себе, но и о нашей стране. Александр Григорьевич, ну вы посчитали, что жестковат достаточно был наш сюжет заявочный. Ну а вы какие видите промахи по итогам прошлых лет наших участников на Евровидении, организаций в том числе? Самый главный промах, я вам хочу сказать, это то, что в большинстве случаев то, что мы не могли договориться с нашими исполнителями. Потому что если мы договаривались с колдуном, то был результат. Если Алена Лаская тоже принимала точку зрения не только свою, но и продюсеров, которые готовили её к конкурсу, то с некоторыми исполнителями были проблемы. Ну вы знаете, вот когда говорят про колдуна, это же действительно самое лучшее для Беларуси выступление, единственный, кто вошёл в десятку. Но тем не менее, говоришь Евровидение колдун, и все сразу говорят Киркоров. Конечно, был Филипп Киркоров, и вместе мы делали всё возможное, потому что и вы можете спросить у него, он никогда не потянет на себя одеяло, и не скажет, да, я один это сделал. Нет, это был совместный труд Беларуси и Филиппа Мои, и Филиппа нашей команды, и Филиппа. Ну вот к выступлению Алены Ланской в прошлом году на Евровидении привлекались тоже известные достаточно люди, песню писали, постановку делали. Дорогой костюм, всё было очень красиво и красочно, тем не менее, в десятку войти не удалось. Почему? Может быть, это ещё те предрассудки в отношении нашей страны и наших артистов? Ну вы знаете, я бы, конечно, политической подоплёки не касалась, потому что в первую очередь я артист. И для меня самое важное было в первую очередь это достойно представить страну. Правда. Потому что там настолько тяжело, что у некоторых людей сносило крышу. Вот. И для этого я ходила в тренажёрный зал, снимала стрессы, да, и, собственно, красивой и новой обновлённой появлялась зрителя. Вы не были готовы к этому, что будете сносить крышу? Вы же за год до этого ездили на Евровидение, вы любите этот конкурс, и для вас это был сюрприз, что вот так это всё будет сложно. Ну я являюсь фанатом конкурса Евровидения и поклонником с самого детства, и всегда мечтала там выступить. И поэтому целенаправленно шла к своей цели, исправляла ошибки, допускала их, и я это признаю. Вот. И поэтому у нас сейчас есть такой результат. Конечно, мы не покорили Евровидение, хотя интернет-портал и нашу песню ставили на пятое место. Вот. И в связи с тем, что там была огромная нагрузка, я давала по 40 интервью в день, и помимо этого ещё у меня были уроки вокала, и очень много приходилось вот это вот всего говорить и петь, большая нагрузка на голосовые связки, то, в принципе, следовало ожидать. У меня ещё работал круглосуточный кондиционер, и меня немножко, вот я немножко простыла, и поэтому... Много всяких таких маленьких факторов, конечно. То есть, в принципе, всё было возможно, да? То есть то пятое место, которое прочили журналисты и многие эксперты, оно было бы возможно при обеспечении нормального состояния артиста? Это тоже важно, но для нас стало неожиданностью, что нам Россия не поставила ни одного балла, конечно. Это большой вопрос, наверное, для всех. Финалист Еврофеста и посол от Беларуси на Евровидении, певец Тео, сегодня в нашей студии. Встречаем и продолжаем. У меня вопрос. А почему постановка вопроса звучит таким образом? Почему не вошёл в десятку? Не удалось попасть, там, войти в десятку. Лично для меня, я твёрдо уверен, что Евровидение ценно не результатом, который ты достигаешь там, а тем, что ты там участвуешь. Потому что это позволяет всколыхнуть какое-то движение внутри страны, да? То есть вот эти артисты, которые сидят, пишут песни там в тумбочку, да? Они имеют возможность раз в год поучаствовать в отборе. Больше, чем 80 артистов принимают участие в отборе. Это колоссальное, по большому счёту, количество людей, которые стоят ещё рядом с ними. То есть это практически большое-большое количество творческих людей развивается благодаря тому, что участвуют в отборе даже в Беларуси. Потом мы едем туда, мы представляем страну, мы должны получать удовольствие от того, что мы интегрированы в эту структуру, а не результат. Я помню Евровидение, когда выступала группа Light Sound в Баку, и я познакомился там с австрийским танцором. И австрийцы не прошли не то, что в десятку, они в финал не прошли. Но я таких улыбающихся и весёлых, и довольных жизнью людей вообще не видел. Они прекрасно себя чувствовали. Мне даже было неловко спрашивать, чего вы так радуетесь, ребята, при вашем предпоследнем месте. Как, Александр Григорьевич, нам научиться так относиться? Я не знаю, вы понимаете, я вот сразу Алёна сказала, я старалась для страны, потому что каждый из исполнителей, он не старается для себя, ещё раз подчёркиваю это. Но дело в другом, дело в том, что это конкурсы, на конкурсе есть побеждающие и побеждённые. И к относиться это надо, ну вот мы смотрим футбольный матч, футбольный чемпионат мира по футболу там. И играют какие-то известные команды, бог знает какие там, ну, Бразилия проигрывает или что. Ну всё, всегда надо умереть всем, да, бразильцам. Нет, конечно. Это спорт. То же самое и в конкурсе явления. Он всегда неожиданный и прекрасный тем, что он неожиданный. И есть возможность каждому как можно лучше проявить себя. Но тем не менее, надо всё-таки с любовью относиться к тому, кто представляет твою страну на этом прекрасном мероприятии. Ягазар, вы в составе группы 3 плюс 2 участвовали на Евровидении. Напомните, когда это было, какой год? 2010. Там же и шикарный костюм, и песня отличная, написанная Максом Фадеевым, которая, ну я думаю, что к его компетенции вообще ни у кого никаких вопросов не может быть. Вы как объясняете, что результат был, ну, может быть, не такой, как хотелось бы? Просто вот не тот год, эта песня была не для этого года. Может быть, чуть пораньше, вот когда Шерифович пела, тогда были медленные песни в моде. Вы знаете, это так непредсказуемо. Ну, как бы мы готовились, мы в течение месяца были в Москве, снимали там клип. Мы, ну, готовились, ну, уезжали в Норвегию там с профессионалами, мы занимались, пели. Полгода мы были полностью погружены в это, да. Ну, я не знаю, я не могу сказать. А секрет победы? Вот вы смотрите на коллег-артистов из других стран, что вы в них видите, вот чему вы их по-хорошему завидуете? Они более работоспособные, чем мы? Да я не могу сказать, что они более работоспособные. А что тогда? Ну, это деньги, организационные вопросы. Что, на первый взгляд, вот вам показалось, будучи там? Песни. Ну, песня-то хорошая была. Ну, песня хорошая, я тоже. Лично я, когда вижу выступления артистов на сцене Евровидения, я вижу, что они получают удовольствие от того, чем они занимаются. Я вижу, что на них не лежит груст ответственности за то, что сейчас я прочитаю про себя такое, или что меня не пустят в страну обратно, да. Они свободны, они легки, они делают то, что умеют, то, как умеют. Саша, ну, согласитесь, что даже одно время в на Евровидении это был такой тренд относиться наплевательски. Конкурсу и индюшек туда отправляли, чтобы показать мне прям вообще все равно. И вы нас по приколу, ребятки-то возьмите. Индюшек отправляли ирландцы. Я, между прочим, не в этот год, а Ирландия, к слову говоря, страна, которая очень большое количество раз побеждала на Евровидении. И, по-моему, максимальное даже, да, количество раз. Семь раз. Плюс у них там вторые, третьи места, то есть они отправляли индюшек. Я про Ирландию расскажу. Это страна, которая мне очень так импонирует. И я был как раз-таки там в момент выбора, ну, не этого персонажа, а раньше. Да, сижу, значит, смотрю, что каждый вечер люди смотрят телевизор, какой-то проект телевизионный, мне не совсем понятно, да. То есть я спрашиваю, что это такое. Абсолютно стёб, весело, они выбирают каких-то уличных музыкантов, которые там что-то, какие-то тусовки там делают такое. Ну, мне не совсем понятно, то есть к чему всё это. Я говорю, а что это они такое вообще делают? А это мы выбираем конкурсанта на Евровидении от страны. У меня были вот такие глаза, потому что я предполагал всё, что угодно. Какое-то мега весёлое и популярное шоу, но никак не отбор на конкурс Евровидения. И вот поэтому результаты, потому что люди, по большому счёту, делают какой-то свой продукт. Благодаря этому они развивают всё. Потому что люди не ставят на это некую сверхмиссию, что Евровидение — это некая цель. Люди отдыхают, люди наслаждаются. Ну, вообще, кстати, наверное, к Евровидению не стоит относиться прямо как к Олимпиаде, что сейчас происходит в нашей стране, на мой взгляд. И вот несколько... Моё видение другое. Вот Александр Горгиевич сказал, что здесь есть какая-то аналогия со спортом. Вот мне, например, ощущение спортивного духа несколько мешало бы при участии в Евровидении, потому что... Именно процесс наслаждения. Да, потому что всё-таки это мешает неким правильным эмоциям во время выступления. А это то самое, что у меня есть кратчайший путь попадания в сердца зрителей и телезрителей. Поэтому здесь всё-таки нужно понимать, да, ответственность и прекрасно и как можно удачнее представить страну. Но всё-таки думать о своём выступлении и стараться понравиться зрителям и телезрителям. А можно теперь я всех приземлю на землю? Давайте, наконец-то. Вы извините меня, но так как я была и знаю, что это такое. Важна песня, важен вокал, важна постановка номера, важна пиар-компания, которую ты делаешь во время своего выступления. Или это платье, да, или это какой-то ещё другой повод. Это тоже очень важно, потому что я наблюдала, как это делают другие исполнители. Кто-то вообще забил и таким образом привлёк к себе внимание, как это было, допустим, с певицей Анук, где у неё умирающие птицы, да, падали в песне. И это привлекало внимание, о ней все говорили. И в том числе нужно забывать о том, что вы вкладываете все финансовые средства в это мероприятие. И поэтому, конечно же, мы хотим видеть результат. Всё, что вы хотели знать о Евровидении, но стеснялись спросить. Прямо сейчас в ток-шоу такова судьба. Самое интересное, когда мы относились в Беларуси к этому конкурсу максимально, казалось бы, серьёзно, когда мы отправили победителя Славянского базара Полину Смолову, мы получили наихудший результат в нашей истории. Евровидение — это как рулетка. Ты можешь приложить все силы, но в итоге за тебя могут не проголосовать. И ты не знаешь, по каким причинам. И не только рулетка. Серёж, а имеют право, какие простые люди, для которых Евровидение — это просто раз в год что-то вечером по телевизору, они имеют право к своим артистам предъявлять претензии? Ну вот не нравится. Я точно знаю, что к Тео они не имеют права предъявлять претензии, потому что этот артист готовится не за госбюджет, а готовится за свои деньги. И он отвечает прежде всего для себя. И поэтому я всегда задавался таким вопросом, почему Тео с некой такой лёгкостью готовится к Евровидению. Ну это правило, в принципе, пришло с прошлого года, и возможно и в какой-то степени я была инициатором, потому что, наверное, всё-таки психологическим моментом для человека всегда является то, что если он тратит деньги, то и он поэтому старается. А если человек не зарабатывает деньги, они так и приходят и уходят. И поэтому именно тогда, когда это и произошло, ввели это правило, то тогда, в принципе, и начали все работать. Потому что почему-то кажется, что сейчас команда нам дали деньги, и ради меня будут сейчас всё делать. Нет, дорогие артисты, нужно самим работать, и тогда будет результат. Но за Тео стоит продюсерский центр, а за Тео не стоит продюсерский центр. Хорошо, но если мы будем говорить не по поводу того, сколько государство тратит, а того, какое место может занять. Ведь, Сергей, вы очень хорошо, я знаю, всегда угадываете довольно точно. Как вы считаете, это поможет Тео, то, что он тратит свои деньги? Я думаю, Тео будет выше результат, чем... Ну или это поможет, наконец-то, прям всей стране полюбить исполнителя? Потому что действительно, вот то, что прозвучало в сюжете первом, действительно у нас очень часто люди почему-то негативно относятся. Ну, мне кажется, впервые, это первый год, кстати, так вот, когда за исполнителем нет шлейфа негатива. То, что за свой счет едет Тео на Евровидении, не повлияет ли это на качество постановки? Потому что я знаю... Ну, во-первых, это повлияет на мой личный бюджет. И уже повлияло. Но все-таки, за свой счет, но все-таки мир не без добрых людей. Я общался, кстати, пришлось открыть себе некие продюсерские качества. Встречался с людьми, с представителями белорусского бизнеса, общался. И вот одна из крупных сетей магазинов согласилась мне помочь. И финансово они поучаствовали в моей подготовке. Поэтому на кое-какие моменты подготовки, естественно, у меня уже есть деньги. И слава богу, что так получилось. А что касается вообще отношений ко всем белорусским артистам, к тем, кто ездил на Евровидение, мне кажется, если... Ну, я так полагаю, что мы сейчас обсуждаем как раз-таки тему интернет каких-то высказываний. Потому что, как правило, они оттуда-то и берутся. Мне кажется, вопрос стоит намного глубже. Здесь речь не о Евровидении в целом, к сожалению, не к теме сегодняшней программы. Вопрос стоит намного глубже ко всему белорусскому. У нас отношения почему-то у наших блогеров, там, тролли, как там еще их называют. Да, поэтому здесь все намного глубже. В Евровидении действительно это очень тонкий, много такой многогранный процесс. Здесь нельзя сказать, что результат какого-то артиста плохой, потому что он там лох или там какой-нибудь отстой или что-нибудь еще. Дело не в этом. Зачастую просто он, допустим, попал не в тот полуфинал. Зачастую у него, допустим, нам не нравилась наша аранжировка. Мы шли на поводу, абсолютно никого, ни с кем не спорили. Парни, но вы очень долго стремились к этому. Не первый год штурмовали. Да, да, мы 7 лет, 6 лет мы участвовали в оборах. Очень многие люди следили за вами и считали, что это справедливо. Как, например, многие считают, что справедливо было бы отправить Гюнеш хотя бы за то количество и стремлений ее, и попыток туда поехать. И, конечно же, не самая плохая она исполнительница. Но, тем не менее, вы поехали. Результат был такой, каким он был. Нет ли у вас какого-то чувства незавершенного дела, и как Билан хотелось бы вернуться туда еще раз и Европу добить? Я думаю, каждый артист, который попадает на Евровидение, с огромным удовольствием поехал бы еще раз туда. Вот с Володей Сазерей как раз обсуждали процесс Евровидения и авторов песен на Евровидение. Мы говорили о том, что вот у бабочек наших группы 3 плюс 2 была замечательная песня Фадеева, была написана Фадеевым. И вот мы подумали такую странную вещь, что, оказывается, ни одна песня белорусского автора не прошла в финал еще до сегодняшнего момента. Но надо сказать, что вот эти исполнители 3 плюс 2 и Алена Ланская, в том числе, отборы-то национально выигрывались песни белорусского исполнителя, так, к слову говоря. Мы говорим про отбор, потому что отбор это отбор, все-таки. А мы говорим про Евровидение. И тут, понимаете, сколько вокруг Евровидения сейчас неприятных всяких моментов, скандалов там и всего прочего, что, допустим, я не побоюсь под сомнение поставить в принципе объективность конкурса вообще. Почему? Объяснем. Потому что, например, голоса со всех стран приходят в один центр в Германии, и никто не может проверить и посмотреть, проконтролировать. Такого нет вообще. Сереж, были сомнения в результатах голосования? Что Россия поставила нам 0 баллов, для меня было, в принципе, предсказуемо. Да, и один балл Злате Огневич с Украины, потому что Филипп Киркоров предлагал свои услуги Алене Ланской, но Алена Ланской от них отказалась. И Злате Огневич. И Киркоров возглавлял жюри в России, понятно. Ну, то есть, ну, жюри же не все решают. Киркоров не хотел показать результат, что Беларусь может без его участия... То есть мы еще раз говорим о том, что господин Киркоров вдруг подкупил все жюри, или подговорил все жюри, да, ну, предположение такое у меня, потому что мы не заплатили Филиппу Киркорову за продюсирование... Я не понимаю, тут ты и на композитора тратишь, и на постановку, и на перелет, и все вроде как вот пролавировал, и тут в конце еще Киркоров оказывается. Скажите, ребят, ну подождите, не надо вы, ну зачем вы... Ему это абсолютно не нужно, вы его не знаете просто. Ему это абсолютно не нужно, он нормальный человек. Почему тогда мы баллов по России? Ну вот не поставили, не поставили. Ну это правда впервые такое было. Одну минуту. Вообще, по голосованию, это всегда очень большой вопрос. Вот Дима сказал, все итоги голосования идут в одну немецкую фирму. Как они там это делают? Вот я задавал несколько раз, мы ездили на встречу глав делегаций, и я задавал этот вопрос, просто стоял, объясните, пожалуйста, как проходит голосование, почему оно сходит, как мы можем проверить то, что пришло туда. Они так никто ничего не ответил. Они сказали, что мы вам всегда выдаем результаты. Как в анекдоте джентльмены верят друг другу на слово. Ну одну минуту, да, вот и тут мне поперло, я понимаю. Я хочу сказать следующее, что есть страны, которые априори никогда не голосуют за Беларусь. Просто. И у нас попадает исполнитель под группу, в этом году то же самое, где за нас голосуют, ну от силы четыре исполнителя, ну три. Ну очень хорошо, если будет пять так, ну если вдруг, скажем, да. А у нас самый главный вопрос пройти в финал. Потому что в финале мы имеем возможность получить голоса. Это уже известная первая гарантированная трудность для Тео на ближайшем Евровидении. Ну конечно, потому что... У нас под группа не совсем удачная. Совершенно верно. Чего ожидать Беларуси на Евровидении 2014 года? Мнение экспертов прямо сейчас в ток-шоу «Такова судьба». Будем надеяться на лучшее. Сергей Адрианов, растет в руках микрофон. Почему так много стран решили в этом году отказаться от участия в Евровидении? И это была такая мулька запущена, не знаю кем и непонятно для чего. Российскими СМИ, скорее всего, для того... Марокко, то есть Марокко отказалась от участия в Евровидении еще в 2005 году, стоял вопрос. Люксембург еще ранее. Это просто собрали солянку, такулю. А Чехия недавно отказалась. Сербия. Сербия, Словакия, Босния, Герцеговина, Кейпра и Турция. Это я хочу сказать к тому, что заранее, в принципе, известно, какая страна победит. Это известно Европейскому Участливому Союзу. Которая в этом году победит? В этом году победит Венгрия. И вы увидите, что победит Венгрия. Вообще, сейчас я смотрю на лица абсолютно каждого. Информация была известна только Сергею Андреасову. В этом году победит Венгрия. Могу сказать, что даже можно такой сделать анализ, как гастролирует Евровидение по Европе. И мы видим, что такое большое количество балканских стран отказалось от участия. Балканские страны давно не выигрывали в Евровидении. В принципе, не выигрывали. Они в 1994 году подключились к этому конкурсу только. И, в принципе, чтобы вернуть интерес у балканской части Европы к Евровидению. И в Венгрии. И по ставкам букмекерских английской букмекерской конторы. И общей сводки Венгрия на первом месте. Часто говорят о ставках букмекеров. Как и людей, которые разбираются очень сильно в музыке и могут пророчить победу. Но вот ситуация была, допустим, со ставками в нашем году. И первое место в Швеции пророчили еще до отборочного тура. Что как бы, да, в Швеции. То есть Ларин еще не была выбрана, а уже пророчили победу. И не прогадали. То есть я думаю, что этим людям им известно что-то такое. О чем мы даже не догадываемся. Хорошо, Сереж. Ну, раз уж сказал Гуш, а мы какие будем? Касательно Тео? Ну, конечно. Касательно Тео, я считаю, что у Тео весьма удачная песня. Неплохой достаточно полуфинал по странам. Если проследить Израиль, Греция, Мальта, Македония, Словения, Грузия с нами и Литва. Они постоянно голосуют за Беларусь. Ну, разве что стоит надеяться на баллы от Польши. И все вот говорят, что нет с нами рядом соседей. Пожалуйста, яркий пример. В прошлом году Италия поставила Ландской 7 в полуфинале, а Россия 2. Поэтому наличие соседей ни о чем не говорит. То же самое возьмем за пример группу 3 плюс 2. Когда они выступали в финале, и Геазар Форошан, и Армения поставила 0 баллов. То есть поэтому... Да, Грузия 12. Главное, чтобы, мне кажется, была удачная песня, хорошая постановка, хороший английский. И это прежде всего. И у Тео это все есть. Да, Алена. Я думаю, что там еще очень много других подводных течений, от которых мы знаем с Александром Григорьевичем, вот. Просто конкурсы... Что с Тео, Алена? Потому что ты узнаешь после конкурса. Алена, но вы считаете, кто победит в этом году? Я прослушала многих исполнителей, вот. То есть вы по старинке по песне исполнителю оцениваете? Нет, нет, почему? Я прошу прощения. Мы недавно совсем попросили сделать такое условное голосование, топ своих исполнителей, да, предпочтений. Вы знаете, если просто оценивать творческую часть, да, тогда один исполнитель. А если учитывать все нюансы, тогда совершенно другой. Возможно, в Бенгрии. То Тео. Возможно, Бельгия или кто-то там еще из них, да. Армения. Армения. Армения будет сильная тоже, да? Поэтому там очень много подводных течений, которые, к сожалению, не знаете вы, не знают, и многие здесь сидящие. И Андрианов не знают? И Андрианов в том числе не знают. Вот. Поэтому конкурс Евровидения нужно принимать как любимого человека, со всеми достоинствами и недостатками. Браво, совершенно верно. Тео. Тео, как проходит промо-тур? Сколько раз ты уже исполнил за это время нашу прекрасную любимую песню Чискик? До тысячи уже добрались? Вы спросите, сколько раз я кушал Чискейк. Как только интервью... Давайте с вами под чаек скушаем Чискейк. Тео. Да, но Чискейк опять же за мой счет. У вас в выступлении ставка делается на песню. Не на какое-то яркое шоу или еще какие-то другие вещи. Именно песня. Мы пытаемся... Я считаю, что у него очень яркое шоу. Он абсолютно ни на кого не похож, очень своеобразен. Но мы привыкли, что он ярко шоу. В этом месте это необязательно, потому что песня... Я не вижу в этом. Как бы я с ним согласен полностью. Более того, что касается номера, который мы видели на национальном отборе, он будет несколько изменен уже в самом конкурсе Евровидения. Мы сотрудничаем с шведским режиссером-постановщиком Тинема Тулеси. Она предложила несколько концепций, которые в ближайшие дни мы уже рассматриваем в репетиционном режиме. Но в общем-то в любом случае и мое пожелание. Я рад, что мы с режиссером вместе солидарны по поводу того, чтобы акцент все-таки был в работе с камерами. То есть это не мега-пиротехника, не какие-то огромные декорации. Правильная раскадровка. Ну и, конечно, все-таки правильное настроение. Я, возможно, покажусь каким-то романтиком, но я верю, что все-таки искренность артиста и эмоции важнее, чем миллион долларов. Мы помним все прекрасный пример рыбака, который, наверное, большую часть своих баллов только улыбкой своей забыл. Потому что была правильная раскадровка, совершенно верно. А его номер такой же, та же эмоция. И если правильный режиссер, который будет отслеживать и потом во время уже репетиции там расскажет, как, куда и чего, и они будут точно знать и выполнят команды Евровидения, в этом есть залог победы. Потому что не важно, что делается на сцене в этот момент. Вообще, в принципе, во время... Главное то, что показывает телевидение. Потому что голосуют люди, которые сидят у экранов телевизоров, а не в концертном зале. Они тоже могут, конечно, из разных стран. Но, тем не менее, главная аудитория, находящаяся у экрана. Александр Григорьевич, ну у Тео же, в общем-то, есть свой секрет успеха. Я несколько раз наблюдала за его выступлениями. Публика ему уже подтанцовывает, его все подпевает. Это, в принципе, удается не каждому артисту. Вот как удалось заставить плясать под свою дудку? А это уже талант, это Бог дал так. Ничего не денется. Можно я Тео скажу, да? Да, обязательно. Я думаю, что тот человек, который уже... Сколько ты у Финберга работаешь? А если со стойкой на даче, то все 15. 14 лет работать у Михаила Яковлевича, это уже о многом говорит. Потому что человек обладает не только талантом, профессионализмом, дисциплиной. А я знаю, что это такое, когда нельзя опаздывать на репетиции, когда я готовилась к славянскому базару. В 9.45 ты должен прийти к своему времени на репетицию. Поэтому я думаю, что Тео прошел очень хорошую школу. И от этого, собственно, его профессионализм только выше. И я надеюсь все-таки, что он пройдет в финал. И надеюсь, что попадет в десятку. Я на самом деле желаю только удачи. Кому на Евровидении везет, ищем ключ к победе. На ток-шоу «Такова судьба» и мы продолжаем. Александр, как вы считаете, решение взять все-таки раскадровкой, нежели каким-то танцевальным шоу? Мы с Юрой разговаривали уже и по поводу этого. Я, в общем-то, Юре сказал, что в твоем случае главное не навредить. Все, что касается... Я в свое время приложил руку и к Юриным ногам, и сейчас продолжаю это делать. Мало того, я ему даже охрану соответствующую артистов академического ансамбля песни и танцев вооруженных сил рядом поставлю. Саша, но в каком жанре стиле вот это вот движение? Самое главное, что мне понравилось в Юрином выступлении во время нашего белорусского отбора, что мне понравилось вот сейчас, когда я наблюдал его выступление уже вживую, уже после конкурса. Я не хочу никого обидеть, но я имею в виду тех ребят, которые до этого выступали. Наверное, впервые человек настолько чувствует свою песню. То есть он настолько ее прокачивает, если так говорить терминологией, что это не может не чувствоваться зрителем. То есть песня может нравиться, не нравиться, это на вкус и цвет. Но он прокачивает свою песню. То есть у него есть ощущение, когда, знаете, из пятки правой ноги вот эта вот эмоция идет через все тело и выходит через глаза, да, или там через голос. То есть вот это как раз-таки у него присутствует. Поэтому очень важно показать вот это естество Юрина, да. То, что он является автором песни, то, что он автор аранжировки и так далее, и так далее. То есть это как раз-таки позволяет ему прочувствовать именно тот своеобразный вот манеру передвижения во площадке, которую очень трудно научить. Поэтому у Юры, в принципе, все есть. Я с большим интересом ожидаю, что же сделают из Юры. И мне очень важно, чтобы не сломали вот это естество и эту натуральность. Потому что если сейчас начнут городить какие-то замки, если начнут вылетать какие-то птицы, если там вдруг какие-то начнутся эмоции, которые, помните, как там это было вот это вот, да, или что-то вот такого рода, то это будет уже не, то есть не будет натуральный продукт. А мы же, знаете, купляйте белорусское. То есть по большому счету наше молочко и бульбочка самое натуральное. Так, в общем-то, у нас натуральный чизкейк, да, то есть только из наших продуктов. Поэтому, в общем-то, все сейчас зависит от Юры, и все зависит от того, насколько он реально себя покажет. А все остальное, то есть, ну, страна поможет. Главное, чтобы мы его любили, и он это чувствовал. Тео, ну, теперь мы, честно говоря, во многом вот ради вас мы собрали такую компанию. Скажите, вот хотели бы услышать советы от людей, которые участвовали, или уже все, уже этого достаточно? Более того, по поводу советов от участников предыдущих лет, безусловно, я и с Аленой встречался, встречался с Димой Колдуном, встречался с Русланом Алихно, встречался с Юлией Волковой, представительницей группы «Тату», с Диной Гариповой, и, естественно, так вот по крупицам доставал информацию, какие-то вот темные, неведомые стороны конкурса пытался выяснить для себя, чтобы, ну, по приезду как-то не было слишком уж много сюрпризов, то, о чем я не знал, и все-таки был к чему-то готов. Поэтому с удовольствием, конечно, все советы и какую-то информацию я принимаю. Хотя могу сказать, что советчиков сразу после насального отбора, да и друзей, вы знаете, очень много появилось. Кредиты в банке какие-то непонятные. А я им говорю, денег бы. Они говорят, нет, не имея 100 рублей, да. А в ответ, тишина, да. Ну, вот в данной ситуации, наверное, все-таки 100 рублей, они были бы не лишними. Но, кстати, касаясь вопроса, который звучал ранее по поводу проматуров, у меня к этому отношение несколько другое. Мне кажется, что, я в некоторых интервью уже говорил о том, что все-таки коэффициент полезной деятельности от проматуров не настолько высок, как мне кажется, насколько хотелось бы. То есть, если, конечно, финансы позволяют прокатиться по Европе, посетить стран 20, то, конечно, да. Мы понимаем, что все-таки с большего это для журналистов, которые потом напишут об этом. Да, но исходя из практики, все-таки есть исполнители, которые объехали более 15 стран, и все-таки не удалось попасть даже в финал. Ну, это очень хорошо по словам Тео видно, какой колоритный пример, когда человек тратит свои деньги, начинают задаваться вопросы, а зачем это происходит, для чего, какая цель. Ну, вообще, мне кажется, это самый главный вопрос, к нему стоит вернуться. Вопрос, для чего, для чего мы пытаемся участвовать в Евровидении? Как мы говорили, вокруг него есть достаточно скандалов, достаточно сомнений. Достаточно вспомнить то, что было в прошлом году, проблемы с покупкой Азербайджаном голосов, скандалы эти. И, тем не менее, мы в Евровидении участвуем. Но зато мы смотрим на страны, которые отказываются, и смотрим, например, на Польшу, которая в прошлом году отказалась, в этом вернулась, и понимаем, что их отказ этот был, но, очевидно, для них ошибка. Ну, ошибка или не ошибка, это вопрос того, какие Польша ставит цели. Но, мне кажется, нам интереснее, какие ставим цели мы. И, мне кажется, понятно, абсолютно правильно и справедливо, когда цели и продюсеров, и артистов, это... Десяточка. Не столько даже, понятно, десяточка. Ну, все всегда хотели бы выиграть это, ну, как бы абсурдно скрывать, понятно, если ты участвуешь, ты хотел бы выиграть. Но важно, это участие, понятно, для каждого человека это шанс, и показать и себя, и страну, получить какой-то замечательный опыт. Но, мне кажется, ключевой момент здесь, это понятно, почему это интересно артистам, продюсерам, а ключевой момент, почему это интересно Беларуси, для чего мы это делаем. Потому что, в принципе, любое дело, начинаем доставить цели. Значит, Беларусь участвует в конкурсе относительно молодое государство, участвует в конкурсе с четвертого года. И эти десять лет, в которые мы участвовали, вот сейчас Тео начинает новую, скажем так, десятилетку, мы заявляли о себе в первую очередь как о государстве, что у нас говорят на английском. Я хочу сказать, что я в прямом, ну, как-то, я даже не знаю, сказать, то есть я в зрительном зале во время выступления белорусского участника на Западе находился впервые, во время выступления Алены Ланской. И у меня был шок. Когда только появляется бабочка Беларуси, весь зал как будто выключили звук. Я никогда не думал, что, как бы, реакцию. А почему? Потому что иностранцы еще нас плохо и мало знают. Они не знают, какие там люди живут у нас в Беларуси. И за эти десять лет, когда была мода в эти промо-туры, мы катались, потому что мы заявляли о себе как о стране. Понятно, и абсолютно, да, как о стране в первую очередь. И абсолютно прав Тео, что промо-тур, он не дает никакого результата на итоговый результат, но этот промо-тур в первую очередь важен артисту. Достаточно посетить три-четыре страны, ну, пять. Ну, как бы, не обязательно там загонять артиста. Для того, чтобы артист уже заранее окунулся в атмосферу Евровидения, научился давать интервью. Наши артисты не умеют давать интервью, чтобы понял, что спрашивают, что интересуются. И если с ними тут могут, они могут там где-то перечеркнуть какие-то... Там никто перечеркивать не будет, там у них будут в лоб спрашивать. И про песню, и про политику. И про деньги. Александр Григорьевич, пожалуйста, напускное слово даже, наверное, не Тео, а всей стране, которая будет за него болеть. В всей стране, которая будет болеть, хотел бы пожелать, чтобы они болели с душой и сердцем. Потому что артист, который выйдет на сцену, должен чувствовать эту поддержку. А он будет ее чувствовать. Потому что, когда все хотят человеку добра и желают ему это искренне, сердечно, тогда он получает этот посыл. А ему хотел пожелать, что когда он выйдет на сцену, и сзади ему будет флаг нашего государства, чтобы он был спокойным и уверенным в том, что его здесь любят и ждут с победой. АПЛОДИСМЕНТЫ До начала фирсного конкурса Евровидения остается все меньше времени. А значит, все меньше времени остается у вас, чтобы полюбить этот конкурс и нашего исполнителя. Такова судьба. Это было ток-шоу «Такова судьба». Екатерина Забинько, Антон Мартыненко. Увидимся через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...